Гастрономический туризм как драйвер роста экономики малых городов. Год назад Владимирская область в масштабах всей страны стала тестовой площадкой для решения амбициозной задачи формирования концепции российского внутреннего туризма. Два десятилетия подряд путешественникам продавали импортный продукт под названием «Туры за границу». Когда в отрасли из-за санкций случился кризис, туроператоры просели. Остров стал вопрос, что в России можно посмотреть кроме церквей, что необычные регионы могут предложить попробовать. Проект «Гастрономическая карта Владимирской области» стал новой антикризисной идеей. И вот теперь, распробовав ее вкус, в Суздале родился первый гастротур «Бродилка». Это первая и единственный тур «Бродилка», который мы создали на базе проекта «Гастрономическая карта Владимирской области». И как вы знаете, это стартовая площадка федерального проекта «Гастрономическая карта России». Сегодня мы показываем результат нашей работы за этот год. Четыре с половиной часа мы будем бродить и пробовать блюда местной кухни и местные продукты с крупными туроператорами, с представителями туристических компаний. Очень большая группа, интерес огромный. И, в общем-то, мы уже, конечно, практикуем прием делегаций из других регионов для того, чтобы поделиться нашими технологиями и показать именно продукт нового поколения. Туроператоры и представители туристических компаний – это так называемые тестовые туристы. От того, как они воспримут конечное предложение, зависит, будут ли его продавать или оставят пылиться на полках. В туристической поездке, как бы странно это ни звучало, мы не едим. Мы дегустируем и через местные блюда знакомимся с культурой и историей места, говорит Екатерина. Взаимодействуя непосредственно с площадками, их затем интегрируют в турпродукт, который можно продавать и покупать. Одна из таких площадок – ресторан и гостиничного комплекса «Пушкарская Слобода». Здесь можно попробовать уникальное блюдо – суздальский колобок от шеф-повара Максима Рыбакова. Да, колобок – это то, к чему мы пришли в течение долгих, я даже не побоюсь этого слова, лет работы. Состоит, в данном случае, из картофеля и сердцевина у него состоит из мяса. Этот колобок олицетворяет собой тот сказочный суздаль, о котором многие говорят, никогда его не видят. А мы его как раз даем попробовать нашим туристам. Мясо внутри колобка – хорошая качественная тушенка, раскрывает секрет шеф-повар. Уверяет, что сегодня для этого продукта наступило время как бы второго рождения. И совсем скоро заготавливать ее начнут все рестораны. Еще одна находка из хорошо забытого старого – закуски или заедки, вроде клюквы в сахаре, домашней пастилы и печенья. По современному вкусняшке, которые могут быть и как солеными, так и сладкими, какими угодно. В данном случае это те вкусняшки сладкие, которыми мы привыкли, например, в советские времена. После первой дегустации тестовых туристов ведут по Суздалю. Экскурсоводы передают исторические факты, рассказ перемежается показом достопримечательностей. Так, знакомясь с древним городом, гости выходят к еще одной точке гастрономического маршрута – буфету «Гнездо пекаря». Здесь Дмитрий Новокрещенов почует всех своим собственным шедевром – многослойной кулебякой из капусты, шпината и куриной печени с соусом из лука. Кстати, луком в прежние времена Суздаль славился едва ли не больше Ростова. В дополнение к блюду – яблоневый напой. Мы очень гордимся, что в нашей программе этот объект есть, очень активно участвует Дима в разработке блюд – это авторская кухня. В России очень редкий сегмент владельцев работает в зале самостоятельно, сами обслуживают и общаются с клиентами, говорит Екатерина Шаповалова. В Европе семейные рестораны, кафе и фермы – норма. Мы же только начинаем к этому приходить. После второй дегустации гости вновь в дороге. Через Резоположенские и Александровские монастыри – к фермерскому ресторану «Огурец» – лаборатории Суздальской кухни. Тут тестовых туристов уже ждут хиты Суздальской гастрономии. Бочковые огурцы с майским медом, утиные калья на открытом огне, предшественницы всем известного рассольника, гречневые чипсы и наливки и настойки от вице-президента Ассоциации малых туристических городов Игоря Кехтера. О них Игорь Эрикович написал целую книгу «Настоять на своем», где раскрыл секрет рецептов из погребов Золотого кольца. Презентация состоялась здесь же, за обедом. Мой опыт в этом вопросе почти 30 лет. Поэтому можно сказать, что это некий такой сформулированный итог опыта и знаний, практика, которая получена за это время. Соответственно, начали мы ее писать, когда формировали проект гостономической карты, потому что должна быть некое логическое завершение. Когда человек не просто побывал, а мог что-то с собой вести, и потом это такой путеводитель, потом по Владимирской области, по Золотому кольцу, по Суздалю, порой сложно захватить за один раз. Это возможность как раз возвращаться, возвращаться, возвращаться. Отдельно автор подчеркнул, что включил в книгу лишь те рецепты, которые требуют самых доступных продуктов. Гости же наперебой оценивали новый тур. Почти для всех его возможности стали открытием. Искренне по-белому завидую, и хотелось бы, чтобы такая карта появилась, как у нас, быстрее у нас. Потому что действительно мы ездим, бог знает за какие тысячи километров, да, смотреть чужую культуру, пробовать там кухню. А мы своего ничего не знаем. Вот я, честно говоря, жил 60 километров от Суздаля, первый раз в своей жизни. Сегодня попил лимонад из огурцов, пробовал варенье из огурцов, ну это просто бомба. Очень круто, ребят, здорово. На самом деле многие хотят это сделать, кто-то пытается это сделать, но пока я вижу только вас с таким серьезным подходом. Да, бомбические впечатления. Да, я тоже к своему стыду не была ни во Владимире, ни в Суздале. И я представляла, менеджеры продают этот продукт, я слушала, но я не представляла, что это так. Что это так здорово, что это так красиво. Действительно тур сделан с любовью, а это самое главное. На память о первом гастрокультурном туре «Бродилки по Суздалю» каждый гость увез вкусный сувенир, сделанный своими руками. Закуску из хрена с помидорами и чесноком, на приготовление которой ушло всего несколько минут. Оксана Котова, Максим Палагин, Губерния, 33.